На самом деле, вот это доказать легко. Если f непрерывно, то прообраз любого открытого множества открыт. Это очень легко доказать. И, в принципе, вот это доказать тоже несложно. Теорема 1 и теорема 0 абсолютно доступны для вас. Давайте. Теорема 0. Теорема 0, пожалуйста. Мы положим, что прообраз некоторого открытого множества у нас не открыт. Что означает, что он не открыт. Сейчас предположим, что функция f непрерывна. Да. То есть мы сейчас доказываем, что называется сверху вниз. Да. Пожалуйста, поставьте стрелочку или вверх с ним сотрите. По каждому направлению. Работаем в таком направлении. Сверху вниз. Да. Скажу. Значит, докажем, что тогда прообраз любого открытого множества открыт. Допустим, что это не так. Найдется такое открытое множество, прообраз которого не открыт. Тогда в этом не открытом множестве найдется такая точка, что какую маленькую окрестность не взять, там не все точки будут принадлежать этому прообразу. Да. Теперь посмотрим на значение функции в этой точке. Какое-то значение, да. Дальше. Оно принадлежит изначальному открытому множеству, который мы взяли. Значит, есть окрестность у этой точки, какая-то окрестность, которая полностью принадлежит нашему открытому множеству, к которому не значат. Не принадлежит, а входит. Да, входит. И является одно что. Да. Теперь вспоминаем о определении неприродной функции. Значит, что для любой такой окрестности можно взять такую окрестность этой точки, что в ней значение функции будет принимать значение только в этой окрестности. То есть, если мы возьмем эту окрестность и найдем для нее соответствующее значение, в котором функция не сильно отличается от этой точки, то все вот эти точки, которые мы взяли, они будут принадлежать прообразу. И получается как-то, что вот вся эта окрестность этой точки будет лежать в правом образе. Мы получаем противоречие с тем, что этот правом образ не является открытым множеством. Я повторю сейчас чуть другими словами то, что сказал Андрей, а потом уже... Хорошо? Да. Значит, господа, для того, чтобы, может быть, стало чуть-чуть понятнее, давайте сделаем так. Я сейчас, например, просто выпишу четкое определение непрерывности функции. Для любого положительного числа дельта существует такое положительное число дельта, что что? Что f. Итак, что такое функция непрерывно в некоторой точке x. Точка x принадлежит отрезку ab. Что для любого числа y отрезка ab из того, что x минус y меньше дельта, должно следовать, что f от x минус f от y меньше чего? f минус f. Вот это определение непрерывности. Такое самое, такое стандартное. Это определение непрерывности. Теперь давайте посмотрим на картинке, собственно говоря, что он значит. Вот у нас есть график функции. Не важно, какой график. Вот есть точка а и точка б. Представьте себе, что у нас имеется какое-то значение функции. Ну, я не знаю, как обозначить z, например, да? Ведь нам что нужно доказать? Что прообраз любого открытого множества открытого. Так вот, берем любую точку. Точка z является одним из значений нашей функции. Отлично. Что значит, что прообраз открытого множества? Это значит, что у нашей точки z есть некоторая окрестность, которая в изучаемое множество входит. Согласны? Отлично. Так вот, давайте-ка пусть это будет окрестность какого-то там размера. z плюс f, z минус f. Вы скажете, что необязательно она была симметрична. Мы можем чуть поменьше сделать. В любом случае, окрестность от z минус f до z плюс f при каком-то f в открытое множество исследуемое, в то самое, от которого мы берем прообраз, такая окрестность входит. А если понимаете? Не понимаете? Плохо. А в какой момент перестали понимать? Ну вот, эту точку, понимаете? Это я знаю. Вот нижнюю строчку вы понимаете? Да, я понимаю. Отлично. Что такое прообраз? Где это будет? Это множество всех. То есть, для того, чтобы говорить о прообразе, у нас должно быть открытое множество на этой оси. И мы должны доказать, что его прообраз открыт. Мы берем из него любую точку z. Мы говорим, что она открытая. Поэтому она, эта точка z входит вместе с какой-то окрестностью. z минус f, z плюс f. Нормально? Да. Отлично. А после этого мы берем и говорим вот эту строчку. Что она означает? Она означает, что когда возьмешь какое-то число, которое в точку z переходит. Кстати, их могут быть несколько, но любой из них берешь. В принципе, график могут быть. Сида. Нет, любое. Нет, именно все. Мы хотим доказать же. Любое. Так, чтобы любой точек. Для того, чтобы доказать про все, достаточно доказать про любое. Хорошо. Берем одну, любую, одну из этих точек. Да. Конкретную. Чтобы у нас глаза не разбегались, повторяю, мы берем какую-нибудь. Вы правы в том смысле, что если их несколько, то ровно такое же рассуждение будет и для этой, и для этой, и для этой. Так вот, берем любую из точек, которые переходят в точку z. Да? И говорим простую вещь, что для этой точки должно это самое дельта существовать. По числу ес и по числу х вычисляется какое-то положительное число дельта. Понятно? Отлично. А что это значит? Это значит, что когда вы берете дельта окрестность, то она при нашем отображении... Ну, это значит, что будет такое-то, а мы ее ничего не понимаем, потому что... Да. Вот. Есть такое понятие, что зрелость интеллекта. Это может быть, это анализ. Да, потому что... Боиск Петербург Гейтман, может быть, знаете, вот, он просто всегда произносит речи, что женщина, в принципе, не способна понять математический анализ и выписать вот такую строчку, ну, просто вот, там, женский мозг устроен так, что... Ну, это все, конечно, прекрасно. Это замечательно. Вот, это все на 8 марта, когда речь произносится. Вот. А если по делу, это вопрос практики. Если по совести, это вопрос практики. Это вопрос привычки и, как бы, в этом смысле все люди устроены одинаково. Там, женщина, мужчина. Просто надо глядеться. Я вас прекрасно сейчас понимаю, потому что, что называется, там, 80 лет назад, сам-таки был. Вот, поэтому... Смотрим, что-то страшно. Кроме Олеса есть что-то страдать? Нет. Вот уверишь, что не понимаете? Чешник, но он не страдает. Да, вот здесь. Я не страдаю, не страдаю, не страдаю. Кто, кроме Андрея и меня, способен сейчас произнести эту речь еще раз? Спасибо, Паша. Хорошо. А, двести я попробую разнести, мне кажется, правая чарова. Да, супер. Я тут пойму, что я не понимаю. Ваше дополнение. Тут на перемене пропало первое, она так рассказывала, что просто вперед-перед. Это первое, может быть, первое, это история. Так, это определение неперерывности функции. Да. Значит, теперь... Оно ожидает шестого. Мы попробуем? Оно ожидает шестого. А, ты прочесть кого-то? Я понимаю, нет, ты не сама понимаешь. Да, я понимаю. Паш, неверно. Вот пусть у нас есть функция F, она непрерывна. Возьмем, ну, какую-то точку и ее значение... Не точку и значение, а значение и один из его прообразов. Я же говорю, что что-то... Порядок, действие. Подставить тарелку и налить суп, или налить суп и потом подставить тарелку. Трожные вещи. Берем любую. У нас есть... Мы хотим эту сторону доказать. У нас есть здесь какое-то открытое нормство. Мы берем какую-то точку Z, находим, ну... Берем любой из ее прообразов. Да. Берем любой, ну, их может быть несколько. Прообраз, их может быть даже целый отрезок, их может быть очень много. Здесь множество открытое. Значит, Z плюс цепсим, ну, в общем, такой интервал войдет. Существует интервал, который содержит точку Z, да. Вот. И принадлежит исследуемому множеству. Да. А вот, да, значит, здесь вот тоже будет существовать... И по этому эпсилон, и по этому X... Вот, я поняла, что я не понимаю. Почему здесь здесь существует... Вот я вот это... Смотрите, еще раз. Определение непрерывности, оно такое. Да. Для любой точки отрезка. Да. И для любого эпсилон... Я поняла. Вот смотрите. Да, уже существовать. Дельта, зависящая от нее. Что из-за этого следует это, а не наоборот. Вот, что я не понимаю. Я не понимаю, почему у нас определение для того, что если здесь есть, то и здесь будет. А мы сейчас говорим, что если здесь есть, то и здесь будет. Это разные вещи. То есть, наверное, очень припустили. В смысле? Олеся, мы сначала, помнишь, там говорим, в определении для любого эпсила. Ну, классно, вон у нас эпсилон мы взяли. И существует вон дельта. Показали на нее. Нам нужно, чтобы все точки из какой-то окрестности икса провалились бы сюда. То, что еще какие-то точки могут туда попасть, нас мало волнует. Важно, что вся какая-то окрестность попадает в прообраз. А это икса в том, где-то нет. Да? Нет. Нет, пожалуйста. Нет, пожалуйста. Чтобы мы взяли интервал от x-дельта до x-плюс-дельта. Да. Вот. И хотим доказать, что этот интервал полностью принадлежит прообразу. Тогда мы докажем теорему 0. Да. Ну, потому что так или нет. Нет, в ту сторону такая. Сверху вниз, да, сверху вниз. Ну, а он действительно принадлежит по вот этому определению. Потому что, если какая-то точка принадлежит этому интервала, вот, вот это условие того, что точка принадлежит этому интервалу. Да. То из этого сразу следует, что ее образ принадлежит этому интервалу. Да. f от x это z. Ну да. А значит, она входит в прообраз. Ну да. А, снизу-вверх. Снизу-вверх, ну давайте. Ну пусть прообраз любого открытого множества открыт по функции. И она определена в каждой точке, наверное, еще одно слое. Это не так важно. Итак, пусть прообраз любого открытого открыт. Да. Ребят, если честно, здесь вообще нет ничего. Ну да. Я могу сказать, что теорема 0 это на самом деле не теорема, а это просто понимание. И поэтому мы. Да, поэтому и нужно. Значит, смотрите, давайте в качестве нашего открытого множества вот... В роли этого открытого множества годится интервал от z минус ε до z минус ε. То есть, возьмем какую-нибудь точку x, найдем в ней значение функции, и возьмем интервал от z минус x до z плюс ε. И найдем, собственно, прообраз. И интервал открыт? Да. Вот. И его прообраз открыт. Он должен быть открыт. Да. Потому что мы доказываем снизу-вверх. Дальше. x входит в его прообраз. Значит, вместе с какой-то окрестностью. А вместе с какой-то окрестностью. А это и значит, что существует такое, что это больше нуля. Что для любого есть такая реальность интерфейса. Прикольно. Снизу-вверх – это просто очевидно. Потому что в качестве открытого множества можно взять интервал от z минус ε до z плюс ε. Спасибо. Теорема 0 доказана. На самом деле это очень приятно. Теорема 1 и теорема 2 – очевидное следствие теорема 0.